Салам всем, вы на канале Райдиан, с вами Алик Пухаев и сегодня я хотел бы поговорить об имущественном расслоении на Кавказе. Накануне социальные сети Северной Осетии разорвала новость о том, что продается квартира за 20 миллионов новостройки. И жители города не могут понять, ну на кой черт покупать за 20 миллионов квартиру во Владикавказе. Ну это какой-то бред, несоизмеримо стоимость и качество жизни в этом городе. Тем более за 20 миллионов здесь можно отстроить дом, ну чуть ли не Диснейленд, по крайней мере в ближайшем селе точно. И я думаю, что эта ситуация не особо отличается от той же Махачкалы, Грозного, Черкеска, Нальчика. То есть в каждой из республик есть тысяча, ну или пятьсот человек, которые сконцентрировали в своих руках 90% капитала, в принципе, всего. И для них, поскольку они живут здесь и зарабатывают здесь, для них нет смысла покупать недвижимость за рубежом. Скорее всего они уже подготовили плацдарм для своих детей, чтобы в случае чего они могли быстро соскочить. Но сейчас, вот здесь и сейчас они зарабатывают. И для этих людей 20 миллионов это довольно небольшая сумма, ну ежемесячный заработок может быть. Эта сумма, она очень хорошо показывает, насколько имущественное расслоение на Кавказе достигло колоссальных масштабов. В Москве между очень состоятельными и очень бедными есть еще географическая разница. Люди тусуются в абсолютно разных местах. Многие состоятельные москвичи никогда не пересекаются с бедным населением. Я даже знаю таких ребят, которые чаще летали в Испанию, чем выезжали за МКА. Для них мир это Европа и Москва в кольце МКАДа. Дальше они Россию не знают. Это только кажется невероятно. Есть хорошая шутка, что главная проблема Москвы то, что она окружена Россией. А на Кавказе ситуация немного иная. Здесь вот нету этой географической разницы. Очень состоятельные и очень бедные люди, они вот соприкасаются еще в рамках там родственных УУЗ, в рамках одного города, одних мест. Безусловно, есть места, где тусуются только состоятельные. Но все-таки между состоятельными и бедными еще очень много пересечений. В связи с этим на Кавказе растет раздражение, раздражение капиталу. Базовая мысль астинской культуры, дай думай всей кавказской, это сдержанность. Тем более авраамистические религии, ислам и христианство, они также призывают нас к аскетизме. Когда мы говорим о состоятельном кавказце, аскетизм это явно не про него. Но опять же, это не кавказская черта, это общероссийская черта. Если миллиардеры в Европе живут очень скромно и не покупают себе дорогие машины, то миллиардеры в развивающихся странах, Россия, Китай, Индонезия, Саудовская Аравия, они любят шиковать. Основная часть всех дорогих автомобилей уходит сейчас фактически на восток и в развивающиеся страны. Кавказ не исключение. И именно поэтому здесь и сейчас мы видим такую историю, когда по очень грязным дорогам, по очень уничтоженным дорогам едет дорогой Майбах. И картинка настолько пестрая получается, что она врезается в голову. Если вы хотите почувствовать контрасты, то лучше всего вы их почувствуете на Кавказе. Ну или, наверное, где-нибудь в Приморье. Этот контраст чувствует и местное население, причем ежедневно и постоянно. И в связи с этим постоянно растет недовольство. Но надо учитывать, что кавказские элиты не хотят терять вот это чувство вседозвольности, состоятельности и чувство превосходства над всеми остальными. И поэтому они направляют это недовольство в межнациональное противостояние. Остановитесь! Для решения своих личных амбиций состоятельные люди Кавказа часто спекулируют национальной темой. Проблема в том, что бедные жители Кавказа, ну обычные жители Кавказа, в итоге от этого межнационального движения ничего не выигрывают. Их национальные интересы быстро сливаются за деньги, за плюшки от Кремля. И в итоге все в проигрыше. Эта ситуация не может продолжаться вечно. Поэтому на Кавказе растет недовольство и в то же время растет недоверие к элитам. На самом деле ситуация, я безусловно утрирую, предреволюционная. Конечно, все зависит от того, что произойдет в Москве. Если Москва вдруг-друг ослабнет, то я думаю на Кавказе может полыхнуть. Но проблема в том, что Москва сейчас уходит из Кавказа. Мы видим, как она дистанцировалась от чечено-ингушской темы. Сейчас дистанцируется от других, более мелких тем. Поскольку не знают, что конкретно предпринять. В принципе, сейчас на Кавказе никто не знает, что конкретно предпринять. Вот в такое веселое время мы живем.